Ладно, когда ты говорила, что будешь мне кидать персонажей по Трансформеров, я не ожидала, что ты будешь кидать людей, еще и каких-то детей, фриков. Ну тут явно, что Эмма, поэтому минус 100 баллов. Ну такое. И имя ей Мика. Ну вот только посмотри на ее сучий взгляд. Ну явно Эмма. Еще и челочка вот эта вот. Ужас. Назову его Эрехнида, потому что звучит как гнида. Ну да, выглядит он, короче, реально как коралл. Нифига не понятно. Какие-то рога повсюду. Поставлю ему 4 из 10, потому что вроде цвета неоновые и красивые. Ну и вроде... Блядь, что это вообще такое? О, монстр Франкенштейна. Капец, что у него с лицом? Как-то он недобрый смотрит, недобрый. Поставлю ему 3 из 10, и его будут звать Дредвик. О, а вот этого я видел. Это Бамблби. Когда-то давно, годы назад. Может, в ленте в ВК. Выглядит реально как котенок, на которого наступили. Смотри, найти пучеглазые глазки. Поставлю ему 7 из 10, потому что пока выглядит лучше, чем остальные. О, о, это та секс-машина, которую ты мне кидала. Я помню, помню. Ну нет, ну ему явно 10 из 10, потому что... Ну ты посмотри. В нем все мои любимые цвета. И выглядит он как сучка. Такая, типа, сломаешь мои ноготочки, я сломаю тебе шею. И ему нужно такое же стильное и красивое имя, как он. Рафаэль. Не, ну тут явно, что какой-то ботан, червь. И еще очки, которые вообще ему к лицу не идут. Явно выбирал не он. Наверное, взял отцовские. Видно, еще и нищий. По сравнению со всеми остальными сложными выявленными именами. Это обычные людишки. Еще и дети, поэтому имя у них должны быть самые обычные. Арси. Ставлю ему 2 из 10, потому что... Как фрик. О, это тот устрашающий, но не очень... Король. Ну явно, что статный. И что он очень сильный. И подопечные его боятся, но не уважают. И уважают только потому, что боятся. Поставлю ему 7 из 10. И он похож на Мегатрона. Ой, снова человек и снова какой-то фрик. Он наверняка из их банды фриков. Поэтому сразу минус пару баллов. Он похож на Джека. Он будет Джек. И я ставлю ему 5 из 10. Потому что какой-то взгляд у него глупый. Но на несколько баллов больше, чем у остальных фриков. Потому что выглядит он тоже лучше. О, это андроидская версия Халка. Ну тут сразу видно, что большой, крупный. Но чуть-чуть добра есть в его лице. Я поставлю ему 6 из 10. И назову нокаут. Потому что он явно может тебя туда отправить. Ну тут сразу видно, что сучка сучная. По лицу все понятно. Но скулы, конечно, не нравятся. Он мне вот прям не нравится. Ставлю ему 2 из 10. Балл чисто за стильный пиджак. Понятное дело, что тот еще придурок. Поэтому имя нужны ему соответствующие. И будет это брейкдаун. Не, ну он мне нравится сразу. Потому что, ну, во-первых, ну ты посмотри на него. Он очень похож на меня. Как минимум чертами лица. И как максимум такими же цветами, как я окрашен. Поэтому тут сразу 10 из 10. Сразу видно героизм во всем его проявлении. И голубые глаза сразу хорошо. Дам ему самое классное из оставшихся имен двойное. Уилл Джек. Боюсь, меня бы ждала смертная казнь. Если бы я не узнал того, кем мне последние дни просто засирают личку сотнями стоп-кадров, буквально не отличающихся друг от друга, но почему-то твердящих, что они все разные. Если судить по твоим рассказам, то та еще тварюга-гад, подкаблучник и кидалово-крыса. Поэтому поставлю ему 7 из 10 чисто за рок. Ну, понятное дело, что Старскрим. Не, ну она мне сразу нравится. Дизайн очень крутецкий. И вот эта цветовая гамма. Меня, конечно, начинают глушить сомнения, что это и есть Арси. Но пускай тогда будет Рэдчет. Ставлю ей 8 из 10, потому что сразу видно, что Крутышка-крышка. И всем тем, кто пойдет на нее, тоже крышка. О, ну этого, мне кажется, знают все, потому что он довольно часто мельканет. По крайней мере, при упоминании трансформеров. Это Оптимус Прайм. Выглядит он так себе, да и звучит тоже так себе. Поэтому поставлю ему 6 из 10. Но видно, что прям мужик. Выглядит он странно. Как дикий кабан, который только что вылез из болота. Назову его Шок Вейд, потому что оно ему подходит больше. И это что такое? Это у него ворон на плече? Или это часть его спины? Ставлю ему 3 из 10. Мрачный он какой-то. Да и дизайн так себе. Не, ну это сразу 9 из 10. Ты только посмотри на него. Да, одноглазенький, но соколиный глаз. Сразу видно, что гора мышц. Ну, железо. Будет Уильям Фаулер. Ну, нет-нет. Тут однозначно 10 из 10, потому что красотка нереальная. Сразу видно, что отпадная чикса. Ты только посмотри как минимум на эти стрелки. А на стильный шлем, так это вообще отпад. Назову ее Сайлос. Выглядит стрёмно. Да и еще я не люблю песочно-оранжевый цвет. И песочный, и оранжевый. А вместе это вообще мерзотность. И вообще он не сочетается. И выглядит недобро как-то. Шлем у него совсем не стильный. Поставлю ему 2 из 10. Будет Саундвейв. Вполне неплохо, неплохо. Еще и пума какая-то у него на груди. Зеленый цвет, конечно, не очень вписывается. Но цветовая гамма впечатляет. А крылышки вместо бакенбардов смотрятся вполне себе неплохо. Неплохо. Ставлю ему 7 из 10. Будет Балхин.